Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Петербургу, по моему Васильевскому острову. Вот хочу вам показать доходный дом Роберта Андреевича Гедоки. Это восьмая линия, дом 23. На этом участке в середине 19 века ставил деревянный дом. И здесь жил скульптор господин Крейтан. Крейтан занимался педагогической деятельностью, давал частные уроки, работал штатным учителем рисования и черчения. Принимал участие, как говорят, в бунте 14, который состоялся 9 ноября 1863 года. Это отказ 14 лучших выпускников Императорской академии художеств, возглавленных храмской. Они отказались от участия в конкурсе на большую золотую медаль. То есть, ну говоря, это было первое демонстративное выступление приверженцев зарождающейся национальной школы реалистической живописи против классического академического направления в изобразительном искусстве. Ну так вот, Василий Крейтан здесь жил, занимался педагогической деятельностью, участвовал в различных конкурсах, обведил на конкурсе на памятник Гоголю, после этого Лермонтову, ну и так далее. То есть, это был известный скульптор. После господина Крейтана права на этот дом вступил видный петербургский зодчик Роберт Андреевич Гетт, который здесь же и возвел свой собственный четырехэтажный дом. Архитектор, родился в 1829 году, занимался изучением памятников зодчества в Германии, Англии, Франции и по возвращении в Петербург за чертежи и рисунки удостоен звания академик. Принимал активное участие в постройке профессора Боссе, дворцов знаменки близ Петергорфа, Михайловки близ Стрельной. Служил архитектором, членом председателем различных строительных комитетов и, в общем, в его послужном списке очень много работ, в которых принимал участие. Это Елизаветинская детская больница, лазарет в Приборинском женском институте, Центральное училище технического рисования барона Штиглица. Это здание было построено вместе с профессором Кракао. Клинический институт Елены Павловны. Большой список, действительно, нет смысла перечислять. В 1914 году здесь поселилась вдова архитектора Цейдлера. Кто такой Цейдлер? Это колледжеский советник, родился в 1898 году, академик архитектуры, владелец села Большие Кемары, один из строителей ансамбля Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Работал в Нижнем Новгороде, очень удачно женился на Пеленко Елизавете Дмитровне. Это была дочь генерала Дмитрия Васильевича Пеленко, бывшего начальника Черноморского военного округа. А похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. Что тут интересного? Говорят, что после смерти Цейдлера и его вдова встречалась племянницей, поэтессой Кузьминой Караваевой, которая стала впоследствии героиней французского сопротивления, матерью Марии. Так вот, о монахине Марии, известной как мать Марии, в миру Елизавета Юрьевна Скопцева, в девичестве Пеленко, по первому мужу Кузьмина Караваева, монахиня западноевропейского экзорхата русской традиции Константинопольского патриархата, русская поэтесса, мемуаристка, публицист, общественные деятели, участница французского сопротивления. Канонизирована Константинопольским патриархатом как преподобная мученица в январе 2004 года. Немножко подробнее сейчас расскажу. Училась два года в частной гимназии Таганцевой, шла потом в гимназию друг Трюниной, это название гимназии, которая закончила весной 1909 года, серебряная медали поступила на высшие бестужевские курсы, философское отделение. В феврале 1908 года познакомилась с Блоком, завязались сложные отношения, длительная переписка, но, в общем, видимо, ничего не получилось. И в феврале 1910 года она вышла замуж за помощника присяжного поверенного Дмитрия Кузьмина Караваева, а он был бывший большевик. Вместе с ним посещала собрание на башне, так называемое, Вячеслава Иванова, заседание цеха поэтов, религиозно-философские собрания. Увела такую активную жизнь, встречалась с Гумилевым, Ахматовым, Осипом Мандельштамтом, Михаилом Лозинским. Издала первый сборник стихов, общалась с Алексеем Толстым, Максимилианом Волошиным. Ну, видимо, сейчас бы сказали, хорошо крутилась в известной тусовке. В 2013 году оставила мужа и переехала в Анапу. Из Анапы послала Блоку сборник своих стихов. Он прочитал, конечно, с некими замечаниями вернутой книг, эту книжку ей, но сборник так и не был издан. В это время она очень серьезно начинает интересоваться религиозными вопросами, размышлениями о цели, смысле жизни, публикует философские повести. Февральскую революцию Кузьмина Караваева встретила с энтузиазмом, вступила в партию СССРов, даже была избрана городской главой, она была комиссаром по здравоохранению. Была арестована Деникинской разведкой, грозила смертная казнь за комиссарство и участие в национализации частной собственности. Но повезло, получила всего лишь две недели ареста. Затем вышла замуж за Скопцева, кубанского казачьего деятеля, бывшего в некоторое время председателем Кубанской краевой рады. После 20-го года уехала в Грузию, в ней родился сын Юрий, ну и после этого они эмигрировали сначала в Константинополь, а потом в Париж. Много было проблем, умерла ее младшая дочь. Она путешествовала в качестве секретаря русского студенческого христианского движения во Франции, посещала русские эмигрантские общины, заочно окончила Свято-Сергиевский православный богословный институт в Париже. Она приняла от митрополита и в логии Георгиевского монашеский постриг, получила имя Мария, в честь Святой Марии Египетской. Ну и после этого начала свои монашеские служения в миру, посвятив себе благотворительные проекты. И проповеднические деятельности. Организовала в Париже общежитие для неноких женщин, дом отдыха для выздоравливающих, туберкулезных больных под Парижем. Она расписывала домовые церкви, вышивала для них иконы, плащаницы. В общем, судьба обалденная, конечно, у женщины. От революционера до монахини. Благодаря ее усилиям при общежитии была устроена церковь покрова Пресвятой Богородицы. Курсы соломщиков, а затем миссионерские курсы. 27 сентября 1935 года по ее инициативе было создано благотворительное и культурно-просветительское общество «Православное дело». Куда вошли Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Георгий Федотов, Константин Мочульский. 8 апреля 1943 года гестаповцы арестовали Марию, ее сына Юрия. Надо сказать, что до этого умерла ее дочь Мария Скобцова. Марию держали сначала в тюрьме форта Роменвиль, а затем отправили в концлагерь Райенсбрюк. 6 февраля 1944 года Юрий Скобцов погиб в концлагере Дора. Это так называемый филиал в кавычках Бухенвальда. Монахиня Мария была казнена в газовой камере Райенсбрюка 31 марта 1945 года. Не повезло. Это было как раз за неделю до освобождения лагеря Красной Армии. Вот такая вот судьба. Такая судьба человека. И вот еще в этом доме была квартира, кстати, господина Полканова. Это ученый-геолог, который работал на Кольском полуострове, Коми. Очень много различных у него научных работ по геологии. Работал на кафедрах фотографии Ленинградского университета. И его занятия. Вот такой дом, а столько знаменитых людей. Кстати, Полканов проводил геологическую съемку и составил 10-верстную геологическую карту Европейской России. Обалденно вообще. Те, кто в теме понимает, что это очень круто. 10-верстную геологическую карту Европейской России. Это с 1923 года, 1927 года. Ну, собственно говоря, вот и все об этом доме. Можно было, конечно, найти еще и больше, наверное, на среднем. Просто не хватает видеоряда и звукового ряда. Он не стыкует. Поэтому вот такой дом, вот такие люди жили в нем. И самое интересное у нас, в моем маленьком городке, в Тербурге, Граде, очень много таких домов. Каждый дом – это история, история человека, история людей, которые в нем проживают. Ну, вот и все. Всем пока, всем привет, до свидания.